Отечественная война 1812 года Танковый музей, в котором представлены уникальные экспонаты, был открыт в Кубинке в 1972 году. Именно здесь расположен танковый испытательный полигон. Базируются знаменитые группы высшего пилотажа, русские витязи, стрижи и 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения. Я рассмотрел обращение, безусловно, поддерживаю. Ранее поручал Марии Александровне Бажановой проработать этот вопрос, саму процедуру, как мы можем выйти на присвоение этого звания. Процедура присвоения звания длительная, пояснила замглавы администрации округа Мария Бажанова. Но ее проведут максимально оперативно. Профильные подразделения уже готовят соответствующие документы. По результатам этой работы будет подготовлено ходатайство на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева и в адрес Мособлдумы. Об итогах оперативно-служебной деятельности управления МВД России по Одинцовскому городскому округу депутатам доложил полковник полиции Иван Канайкин. В 2021 году на территории муниципалитета было зафиксировано 4064 преступления. Это почти на 3% меньше, чем годом ранее. Был раскрыт ряд резонансных преступлений. У нас было проведено содержание троих уроженцев в субболе Молдова. Засели разборные нападения, когда злоумышленники врывались в дома, связывали потерпевших, используя в качестве оружия пистолеты, электрошокеры и подручные средства, такие как монтировки. Из четырех фактов подобных разборных нападений ущерб составил порядка 15 миллионов рублей. В минувшем году иностранными гражданами было совершено 426 преступлений, в том числе 113 тяжких и особо тяжких. Это 10% от общего количества. Более чем на 23% снизилось число преступлений, связанных с мошенничеством. В числе приоритетных направлений работы на 2022 год Иван Канайкин назвал пресечение нарушений миграционного законодательства. И не только. Борьба с преступностью в сфере мошенничества, противодействие коррупции, выявление преступлений, связанных с хищением денег за средства в бюджетной сфере, борьба с преступлением против государственной власти, профилактическая работа с несовершеннолетними, противодействие экстремизму и терроризму, качество времени оказания государственных услуг, это ОВМ, ГИБДД. На прошедшей сессии народные избранники затронули и бюджетную сферу. Доходы муниципального бюджета в 2022 году будут увеличены более чем на 112 миллионов рублей. Расходная часть также вырастет более чем на миллиард. Дополнительные средства планируется направить в социальную сферу.